Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня к нам в гости в студию Московского Педагогического Государственного Университета имени Ленина пришел хорошо известный вам гость. Это доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид Григорьевич Ивашов. Здравствуйте, Леонид Григорьевич. Мы с Леонидом Григорьевичем уже встречаемся в нашей студии третий раз, говорим об истории советских вооруженных сил, об истории замечательных людей, которые возглавляли вооруженные силы Советского Союза. Посвятили две программы. Дмитрий Федорович Устинову, у которого Леонид Григорьевич работал в канцелярии, да? Его аппарат, потом возглавлял его секретариат. Конечно, это Исполинская была фигура, фигура в полном смысле исторического масштаба, который работал и при Сталине, и при Хрущеве, и при Брежневе, и при Андропове, и при Черненко. И умер буквально за несколько месяцев до прихода Горбачева власти в декабре 1984 года. Леонид Григорьевич, вот давайте мы с вами поговорим о последних днях жизни Дмитрия Федоровича Устинова, а затем уже поговорим о тех людях, которые пришли на смену к руководству Советскими Вооруженными Силами. Я имею в виду и маршала Советского Союза Сергея Леонидовича Жаколова, и нового начальника генерального штаба Сергея Охромеева. Безусловно, мы поговорим и о Николае Васильевиче Агаркове, ну и о других выдающих советских военачальниках, с которыми вам довелось поработать. Давайте про Владимир Федоровича, про его последние дни, уход, прощание с ним. Конечно, мы не ожидали этого ухода. Он, в принципе, был здоровым человеком. Так, понятно, с возрастом, вот эти все физические и психологические наброски, которые он по жизни пронес, они сказывались. Но он категорически не ложился в ЦКБ, Центральную клиническую больницу. На обследование? Ну, даже на обследование. Все переносил на ногах. Ну, где-то там заедет, проведут такие обследования. И практически не лежал в Кремлевской больнице, естественно, в военных госпиталях. Но в 1984 году у него несколько изменился график его отдыха. Он обычно уезжал в июле месяце и подгонял свой отпуск, прямо скажем, под школьные каникулы своих внуков, Митя и Сережи. Это его была любовь, это были его начальники, потому что кого-кого он мог не слушать Веру Дмитриевну, свою дочку. Ну, естественно, там помощников своих. Но когда звонили внуки, и особенно когда уже там 11 часов, например, или 22 с чем-то уже, и он сидит, и мы видим, что он уже устал и так далее. Вот надо было позвонить Мите или Сережке, эти звонили, дедушка, ты обещал там, что приедешь, вот что-то поможешь и так далее. Он тут же начинал собираться. Ну, вот такая-то любовь. А вот в этот 84-й год не случилось, ну, там были служебные дела, загранкомандировки, и он уже в конце сентября только смог вот поехать в Сочи, Бочаров, Ручей. Уже погода была другая, а он график соблюдал, купался, утром купался, днем и так далее. И получил обыкновенную простуду. Лечащий врач с ним был, с 4-го главного управления Минздрава, как обычные там лечения и так далее. Но не удалось эту простуду сбить, и возникло воспаление легких. Уже где-то ближе к окончанию отпуска подключили врачей из санатория Сочи. Это 4-го главного управления было, по сути дела, был санаторий. Не получается, температура поднялась, прилетел Чазов с командой, посмотрели там, все, и рекомендовали его Москву. Он тоже самое не лежал, по сути дела, потому что впереди было главное мероприятие года, это совещание руководящего состава вооруженных сил. Это ежегодное, оно и по сей день проводится. И он делал большой доклад, тем более вот уже нужно было менять в какой-то мере и состав вооруженных сил. Там новые комплексы на вооружении уже ракетные остановились. И в целом Дмитрий Федорович не раз говорил вот и нам, и на коллегии Министерства обороны, что опыт Великой Отечественной войны, он очень важен. Но нужно исследовать уже новые способы войны. И действительно, вот на учениях в белорусском военном округе, вот Николай Васильевич Агарков особенно, был инициатором уже новых форм, способов вооруженной борьбы. И Дмитрий Федорович над этим очень серьезно работал и должен был делать доклад. И вот в начале ноября состоялось совещание вооруженных сил. Он делал доклад. Доклад был полуторачасовой. Это на Арбате, да? Это там в Старом Дании еще на Арбате. В Старом Дании министерства обороны. И мы видим, что где-то минут через сорок уже ему и говорить трудно, и пот с него течет и так далее. Ну, там записочку им подали, нужно сделать перерыв. Он с удовольствием согласился, что будет объявлен перерыв. Но здесь выходит, а там мы уже пригласили его дочку, Веру Дмитриевну, потому что он никого не слушал, вот ее и внуков. И она жестко ему сказала, все, папа в больнице. Он, ну дайте я хоть доклад закончу. Нет, все. И вот его увезли в ЦКБ, и больше он оттуда не вышел. То есть это он там почти полтора месяца пролежал, да? Да. Он же скончался, по-моему, 20 декабря, да? 20 декабря. Кстати, я 20 декабря назначен был его приказом, именно в его аппарат. Ага. Ну, 76-го года. Ну, понятно. И что там получилось, значит, вот на фоне воспаления легких, у него начались, возникли другие проблемы. Да, врачи, когда я сейчас, занимались его лечением, и для того, чтобы сбить якобы, я, естественно, пациент, но не врач. Вот. И то, что вот рассказывали там врачи уже, для того, чтобы воспаление легких погасить, использовали, ну, понятно, зарубежные лекарственные средства. И действительно что-то вот там происходило в организме. Ну, вот я приезжал к нему с документами, и я наблюдал такую картину, что там, где ему делают уколы, вообще медицинские процедуры, кровь, ну, забинтуют, а бинт сочится от крови. Как объясняли, я сейчас вам говорил тоже, я говорю, а что такое? Он, ну, вот, применили лекарство, которое вызвало несвертываемость крови. Затем вот на этом фоне у него, ну, он перенес там инфаркт, как он говорит это, мелочный инфаркт. Ну, во время комбировки, вот, работая в группе советских гостей в Германии, перенес на ногах его. И вот трещинка, она стала, ну... А рубцом? Ну, видим рубцом, какие-то процессы пошли. Ему операцию на сердце делают. И вроде, ну, мы, конечно, сидели в кабинетах у себя там, но ждали вот окончания операции. Долго она длилась, и, ну, вечером позвонил лечащий врач, сказал, все прошло нормально. И мы уже думали, что все действительно будет хорошо. Но, вроде сердцем хорошо, но потом пошло отторжение там печени и другие. И, да, и он уже вот после операции на сердце, ну, понимал, понимал, догадывался. И он пригласил, ну, понятно, там и помощников своих, и советовался с Григорием Васильевичем Романовым. Тот уже был секретарем ЦК по оборонке. И потом пригласил Сергея Леонидовича Соколова. Они беседовали тет-а-тет. Сергей Леонидович приехал, пригласил нас. Говорит, ну, Дмитрий Федорович, вот, а он и так исполнял обязанности. Ну, вот вызывал меня, чтобы я исполнял его обязанности. То есть мы поняли, что он в качестве преемника. Ну, после мне довелось еще с ним встречаться, помощники там его генерала Илларионов и адмирала Турунов, они тоже с ним беседовали. И он откровенно мне сказал, что, Леонид, вот я Сергея Леонидовича приглашал, он вместо меня будет министром, вот, и все, значит, вы оставайтесь, помогайте ему, все. Ну, я, Дмитрий Федорович, я говорю, да все будет нормально. Нет-нет, мы мужчины, мы коммунисты, наконец-то, мы должны правильно оценивать ситуацию. А это он уже не вставал, то есть это лежа уже была беседа, да? Нет, он вставал до последнего дня, он вставал, вот он сидя сидел, вот так, да, так что... То есть он понимал, что он просто умирает, да? То есть он уходит из жизни, да? Ну, видимо, вот это, он же системщик, он конструктор, он понимал, как работает система. Если выходит поочередно органы из строя, ну, наверное, как, вот именно как инженерка, конструктор, он понимал, что система дала сбой. И он говорил спокойно, без волнения, вот так, что меня поразило, что мы же мужчины, мы же коммунисты, мы же должны правильно, вот я, Сергей Леонидович, и все. Ну, короче, объявил его преемником и... И через сколько он умер после вот этого разговора с вами? Ну, и после этого разговора, где-то через неделю, наверное, там, дней 8, он скончался. Скончался, да, да. То есть он до последнего был вот в таком, ну, как бы, рабочем состоянии? В рабочем состоянии, но ему регулярно, несмотря вот на то, что он там весь забинтованный, там, особенно после операции на сердце, он полулежа. Вот так разговаривал. Ну, ему привозили документы там, где-то что-то подписать, какие-то важные вопросы. Нет. Потрясающе. Это фанат был от работы. Ну, его похоронили в Кремлевской стене, как мы знаем, да? Да, да, да. Были похороны государственного уровня. Ну, это действительно человек выдающийся. Вот напомнили, что через прошел, ну, в 30 лет он директор крупнейшего оборонного завода в Ленинграде тогда. Да, получил орден Ленина уже. И в 32 с половиной, будем говорить, года он стал наркомом в вооружении. Это почти половина оборонной промышленности была. Вот такая его судьба. И дальше он уже не опускался. При Хрущеве его отодвигали. Ну, он же... Нет, но он при Хрущеве все-таки возглавлял и ВСНХ даже. Да, он заместитель председателя правительства и вот этот Совет народного хозяйства. Ну, да, да, да. Мы экспериментировали. Он вот об этом периоде как-то не любил говорить. Вы знаете, я читал стенограмму одного заседания, политбюро. По-моему, в бытность то ли Андропова, то ли Черненко генеральным секретарем. И Устинов выступал на этом заседании, а там обсуждался вопрос о том, не восстановить ли в партии Кагановича и Маленкова. Потому что как раз восстановили в партии Молотова, а при Черненко это получается, это начало 1984 года. И там все практически высказались за восстановление их партии. Против высказался только Чебриков, который тогда возглавлял КГБ. Причем это он мотивировал тем, что народ не поймет. Против категорически выступил Пономарев. Пономарев был... Борис Николаевич. Да, известный антисталинист. Причем он такой убежденный был. И против выступил кто-то из секретарей ЦК, я сейчас не помню, но неважно. И вот у Устинова там была реплика. Причем реплика довольно жесткая однозначно. Он сказал, что Хрущев нанес партии и советскому государству больше вреда, чем кто-либо. Правильно он сказал. Понимаете, тогда уже было вот это понимание. У советского народа-то этого понимания не было. Мы сейчас приходим к осознанию того, что натворил Хрущев не только своим докладом на 20 съезде, но в том числе и им. А Дмитрий Федорович, он уже тогда понимал это прекрасно все. Да. О Хрущеве я ни разу доброго слова о Дмитрия Федоровича не слышал. Вот об Иосифе Виссарионовиче он осторожно, но говорил только положительно. Положительно, только положительно. И я помню, что сын Хрущева просился на прием Дмитрия Федоровича Устинова. Я ему доложил, Сергей Хрущев. Он, а зачем он идет? Дмитрий Федорович, ну, хотел, как он? Ну, мы всегда спрашивали, а какой вопрос вы хотите? Я хотел в целом поговорить, там, об отце, вот, и так далее. Он категоричный. Это не нужно. Вежливо объясни, мол, занят, и так далее, и стал встречаться. Хотя с сыном Берия встречался. А, с сыном Берия он встречался, да? С сыном Берия, да. Но он пришел, я и не знал, что сын Берий, фамилия Митвевич, дал вот так бумажку. Закажи пропуск, пусть придет он. Дичкорь у него была тогда фамилия, по матери. Да, под другой фамилию он пришел. Ну, потом Митвевич узнал-то, я говорю, нет, Митвевич, я первый раз вижу человека. А, ну да, это сын Лаврентий Павловича Берий. А он про Берия вообще что-то говорил, нет? Он буквально вот несколько в ходе таких, у нас же были как, вот, перед тем, как закончить рабочий день, он обычно помощников приглашал, и меня, вот, когда я был начальником секретаря. Пару раз он где-то коснулся, один раз речь шла о противовоздушной обороне, у нас же все время этот остров ПВО стояло, и он положительно упомянул... Работы по... Работы по... Во времена Берия. Мы знаем атомный проект, но и проект ПВО Берия возглавлял. Ну да, да, да. Ну, курировал, будем говорить так, да. Вот он положительно, а потом как-то он сказал, ну что нам, к Бериявским временам возвращаться, что ли? Вот как бы, вот негативно. Поэтому, наверное, он как-то неоднозначно относился к ним. Ну, понятно, да. То есть, условно говоря, как руководитель атомного проекта или спецкомитета по ракетной технике, он высоко ценил, а вот как руководитель НКВД, он... Понятно, почему. А скажите, пожалуйста, а назначение Сергея Леонидовича Соколова, оно, в общем-то, в армии не встретило никаких возражений? Нет, абсолютно. Он первый заместитель министра обороны, долгое время был, вот при Устине он все время был первый зам. Человек, прошедший войну, прошедший все ступеньки военной, военнокомандных должностей. То есть, он, ну, не хватал звезд с небес, но прошел все вот от и до, как говорится. И поскольку он, как первый зам, отвечал за боевую подготовку вооруженных сил, его знали в войсках и проверки, и учения, и проверка там боевой готовности. Это все Сергей Леонидович занимал, ну, занимался этими, его в войсках знали. А вы свою должность начальника секретариата министра обороны сохранили при нем, да? Да, 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 да. Ну, это вот Дмитрий Федорович мне сказал, что ты остаешься там, все, помогайте Сергею Леонидовичу. Вот, и помощниками Игоря Вячеславовича Святсавича он тоже вот сказал. И поэтому команда сохранилась, вот, когда Сергей Леонидович стал министром. Но он генерал для особых поручений, адъютантов только своих там оставил, двоих. А так все осталось. Но у вас таких уже близких отношений с Сергеем Леонидовичем, как с Дмитриевичем, не было, да? Да, немножко здесь, здесь, ну, наверное, вот эта командная линия возобладала. Вот, Сергей Леонидович, мы видели, что он совершает некую ошибку, когда, значит, вот я пришел и ему докладываю. Вот столько-то поступает вам телеграмм, до 150-180 телеграмм. В день? Ежедневно. Столько-то поступает документов на рассмотрение и так далее. Вот такой был заведен порядок, что там все телеграммы, которые не важны, менее важны, вот, мы их отправляем за своей подписью в подразделение генерального штаба, в виды вооруженных сил, не докладывая министру. И только там, где вот важны политические, военно-стратегические вопросы и так далее. По документам, если обращаются к вам, там, ну, главкомы видов вооруженных сил, там, гражданские ведомства, и этот документ требует проработки в генеральном штабе, в других управлениях, то мы отправляем сразу от вашего имени, направляется вам по поручению министра обороны, для рассмотрения и внесения предложений, например. Вот такие. Или просто направляется вам по указанию министра обороны. Ну, вот показали Сергею Леонидовичу, и он, значит, сказал, давайте вот на первых порах вы докладываете мне все. И я вот врасту, когда, тогда я определюсь. Но это невозможно. Ну, естественно. Вот, например, мой заместитель, ну, министр обороны прибывает когда, вот, уже мы ему раскладываем документы, которые он не успел рассмотреть, там, причем документы по линии ЦК, политбюро и так далее. Документы по линии, там, правительства, документы чисто наши военные, вот, и весь стол заставлен. У Дмитрия Федоровича этого не было. Вот, мой, помню, Алексей Федорович, садов зам заходит, там, Леонид Григорьевич, нам нужно тачку купить. Я говорю, зачем тачку? А, говорит, уже не донесем, возить нужно. И вот, когда, ну, пожелание благое было у него, что, посмотреть весь объем информации и документы оборота, которые поступают на имя министра обороны. Но физических сил не хватало. Ну, конечно. Это же министр обороны, это должность оперативная. И доклады из войск, и доклады главкомов, и по линии ЦК все время, по линии правительства. И, знаете, дедовщина не только в армии существует. Она и в политбюро, она и в правительстве, он же член правительства. И вот мы, например, видели, что вот где-то нужно было заткнуть какое-то мероприятие. То ли там какие-то молодежные там форумы проводят. И нужно, чтобы кто-то от руководства был. Дмитрий Федорович, конечно, там позвонить, сказать, что вы там рекомендуем вас там, ну, где-то там вот участвовать в каком-то мероприятии. Это было невозможно. У него был мощнейший авторитет. А Сергей Леонидович, когда стал кандидатом, тем более в члены политбюро, ему там каждый там мог зав. отделом ЦК позвонить. Сергей Леонидович, вот мы рекомендуем, что вы там пойдите там, ну, на какой-то там профсоюзный форум. И он брал под козырек, да? И он, да, ну, в отношении к ЦК было, Дмитрий Федорович был и секретарем ЦК, и он знал, что такое ЦК. И был случай, когда я ему попросил, вот тот, кто с особой папкой ездит из общего отдела ЦК, вот, не буду называть фамилию, ну, простой вопрос. У нас в армии там машины, вот, которые выработали, продавали офицерам, разрешали, ну, в Волге. Это их ограниченное количество. И вот он, могу ли я там получить? Я Сергей Леонидович Соколов. Он говорит, нет, нет, ты доложи Дмитрию Федоровичу. Я Дмитрию Федоровичу говорю, вот, он говорит, а ты как считаешь? Я говорю, да можно и так далее. Он, а почему мы должны делать исключение? Я говорю, Дмитрию Федоровичу, ну, он же из ЦК, он, Леня, запомни, он из отдела ЦК, из аппарата отдела ЦК. Когда ты говоришь о ЦК, по крайней мере, нужно иметь заведующий отделом ЦК. Ну, да, да, да. А этот, вот, Иван Иванович, там, значит, он совсем. И ты не отплясывай перед ними. Ты в ранге помощника члена Политбюро. Понятно. Да, да. А мы, если из ЦК, вот, ну, это повсеместно было из ЦК, там. Ну, понятно, понятно, да. Вот, и вот Сергей Леонидович звонит, там, завод делом ЦК, ну, вот, уважаемый, там, был Николай Иванович Савинкин, военно-административный отдел ЦК. Административный отдел ЦК, да, да, да. Вот, он еще, да, но дальше пользовались, вот, некого послать куда-то, вроде как нужно, кому? Баладому. Ну, да, 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 он только-только стал кандидатом в члены Политбюро ЦК, поэтому можно им, что называется, было поманипулировать. А он не отказывал, потому что он прекрасно понимал, что все остальные, они уже, как бы, старожилами были. Да. Ими особо не поманипулируешь, поэтому он шел на этом. И поэтому, вот, он утонул в бюрократии, но потом, правда, уже он, когда я ему доложил, вот, ну, как-то, он, садись, Леня, вот, давай, вот, 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 я говорю, Сергей Леонидович, зачем вам вот сейчас читать? Вы отправите этот документ в Генштаб, Генштаб проработает и опять его вам вернет на принятие решения. Получается, что вы дважды. Генштаб, говорю, вот, поручите, они там организуют, согласуют все, когда принимать решение там. Ну, информационные еще, ладно, там, материалы. А там, где нужно давать поручение, я говорю, мы будем отправлять. Ну, он там согласился. Все равно, короче, что... Да, согласился, но только вы не от моего имени. У него, как у командира-единоначальника, вот, сформировалась такая черта, что командир только принимает решение и отдает приказ. Все понятно. И никто по указанию командира, а мы, направляется вам по указанию министра обороны. Все понятно, да. Он, то есть, не давал этого указания, а вы, как бы, от его имени посылаете, и его это коробило, понятно. Ну, немножко скорректировал, потом выправлялись. Но он вообще на своем месте был, как министр? Он был на своем месте, но стиль работы в Министерстве обороны поменялся. Да. Сергей Леонидович, наверное, к сожалению, можно сказать, что вот когда был Дмитрий Федорович, был Николай Васильевич Агарков, главком Ивидов, и Дмитрий Федорович сделал все возможное, чтобы состыковать оборонную промышленность военным ведомством, чтобы виды вооруженных сил не просто, вот как было, ну, до него, например, там, Андрей Антонович, что оборонка делает какие-то там типы самолетов или, там, извините, на ракетных комплексов. Это гречка, гречка, Андрей Антонович. Андрей Антонович, да. И вы потом представляет Минобороны там. Ну, понятно, да, эти сами по себе, эти сами по себе. А Дмитрий Федорович состыковал, работаете от идеи, от замысла вместе, что вы хотите, чтобы пустая оборонка не работала, конструкторский бюро, вот, институты. И вы, чтобы не были там, ну, знаете, как вот сейчас, есть оборонзаказ, там, есть Минобороны, а чтобы работали, начиная от идеи, ее воплощения там, конструирования и так далее, работали вместе. Вот Сергей Леонидович, он как-то стоял в стороне. Ну, например, даже когда коллегия проводит, или вот это совещание руководителями оборонных отраслей проводится, то, а нужно там где-то в войсках учения проводить еще, то Сергей Леонидович, ну, как бы, ты поезжай, занимайся войсками, а промышленность, министр обороны, генштаб, вида вооруженных сил. И вот у него не сложилось вот этого контакта с оборонкой. Ну, почему еще вот не сложилось? Дмитрию Федоровичу могли идти конструкторы, министр оборонных отраслей там, ну, и вообще из оборонной промышленности всегда, если что-то нужно было решить к нему, или он сразу решал, снимал трубку, поговорить с одним, с другим министром, и говорит, вот он к тебе поедет, реши, потом меня проинформируешь. Или давал поручение, он давал министрам оборонных отраслей поручение, прошу вас внимательно рассмотреть там и так далее. Он проводил совещание, он участвовал в совещаниях там оборонных ведомств, вот, и так далее. Сергей Леонидович, он, ну, во-первых, не был авторитетен. И я помню, у нас и по вертолетам, вот даже которые сегодня нужно было решать, два, например, Камовска и Милевские предложения были. Вот, и один пишет, и второй пишет, значит. И он, ну, своим там дает, уже кого-то там даже попросить из министров. Он уже не может. Он уже не может, да. Он не может дать поручение, обратиться не может. Ну, тем более там к секторям ЦК. Вот. А Дмитрий Федорович был, по сути дела, для них, ну, по крайней мере, если не начальником, то куратором. Куратором, да, да, да. Вот. Он мог и решать, и давать поручение, и написать, значит, на каком-то докладе, там, тому-тому, там, Силаеву, Афанасьеву, министрам, прошу подготовить совещание, согласовать со мной и доложить там. Ну, понятно, да. И ни один секретарь ЦК, который курирует оборонку, тот же Романов, они не могли бы возразить против этого. Да, да, да. А в данном случае, когда Романов был членом политбюро, секретарем ЦК по оборонке, понятно, что для него Соколов, в данном случае, был уже человеком более низкого, что ли, этого ранга. Знаете, когда годовщину ухода из жизни Дмитрия Федоровича, вот, отмечали, собрались у него там на даче, и мудро сказал Ростислав Ваполосович Беляков, это генеральный конструктор МИГовской фирмы. Уж, говорит, кто потерял больше всех с уходом Дмитрия Федоровича, это мы оборонщики. Ему, бывало, возникли, накопились проблемы, звонишь, Дмитрий Федорович, прошусь навстречу. И сразу же услышит, а ты давай сегодня часиков в 9, в 10 вечера подъезжай, и мы с тобой плотно посидим. И, говорит, едешь к нему и поспоришь с ним, там он глубоко вникал в суть проблемы, он сам конструктор. И, говорит, всегда находили решение. Он тут же мог там в 22-23 часа позвонить министру, позвонить, да, говорит, кому-то из смежников, конструкторов, ты там чего затягиваешь, вот там МИГ-29 должен, ты давай там поднажми и так далее. А сейчас, говорит, ну, имел в виду Григорий Васильевич Романов, где-то в течение месяца записываешься на очередь, чтобы попасть, приходишь, а тебе говорят, у вас 20 минут, не больше, потому что Григорий Васильевич там уезжает. Ну, понятно. Да. Ну, понятно, что Григорий Васильевич хороший, опытный руководитель был, но он не инженер, не конструктор, да. Поэтому говорить вот о каких-то технических вопросах, ну, было сложно. А скажите, пожалуйста, вы хорошо ведь знали и Николая Васильевича Агарка, многие считают, что он был одним из лучших начальников генерального штаба после войны. Вот насколько это мнение соответствует действительности, в частности, об этом, кстати, писал тот же Валентин Иванович Вареников в своих знаменитых мемуарах. И в чем была все-таки суть конфликта между Устиновым и Агарковым? Потому что Вареников это представляет своим образом. То есть он говорил о том, что конфликт между Устиновым и Агарковым во многом был связан с тем, что, дескать, Устинов фактически вязал нашу страну вот эту затратную горку вооружений, что он не слушал военных, которые предлагали ему другие способы решения оборонных проблем и так далее. Вот насколько этот взгляд Вареникова соответствует действительности? Или все-таки Валентин Иванович имеет, условно говоря, какой-то зуб на Дмитрия Федоровича, и поэтому вот этот зуб, что называется, пророс в его знаменитом Семитомнике? Ну, наверное, зуб имеет, потому что Валентин Иванович командовал округом и успешно командовал, и затем ему предложили должность, от которой он отказался. И его тогда с командующего войсками округа, Прикорпатским округом, успешно командовал, и его потом назначили заместителем начальника главного оперативного управления, и он это считал понижением. То есть не начальником, а заместителем начальника? То есть он потом только стал начальником главного оперативного управления, да? Да, 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 первым замом, да, но он отказался, будем говорить, ехать туда, в Забайкаль. А, понятно. Да, ну, наверное, какое-то личностное отношение было. То есть его хотели назначить командующим Забайкальским военному округу, он отказался? Ну, там же ставка тогда формировалась, и командующим потом ставкой планировали. Первый зам, командующий ставкой, и... Это на случай войны с китайцами, да? Ну, да, там делали главные, как стратегические направления. А Дмитрий Федорович, когда был назначен министром обороны, то начальником генерального штаба был Виктор Георгиевич Куликов. Да. Своеобразный человек, прошедший тоже войска, но Дмитрий Федорович, он пришел с новой политикой. И он суть этой политики не раз говорил. Вот когда, например, там говорили, Дмитрий Федорович, может, там не стоит принимать там какой-то ракетный комплекс на вооружение. В том числе и я пытался рассуждать с ним. Он вызывал вот, особенно время отдыха. Я говорю, ну, есть оборонная там достаточно, необходимость и так далее. Ну, и главком, вот я тоже присутствовал, когда говорили, достаточно, мы вот и таким составом можем выиграть войну. И Дмитрий Федорович здесь вот возражал довольно резко. Он, да нам не выигрывать войну нужно, нам не допустить войну. И когда у нас есть превосходство, никакой противник не будет развязывать войну. Вот он и сходил. И не раз говорил там, ну что, мы опять солдатом, что ли, будем на поле боя вот затыкать вот эти наши дыры. И он вот военно-техническому превосходству, он придавал важнейшее вот значение. И поэтому вот только там тоже его осуждали многие, что вот только-только приняли на вооружение комплекс там С-300, например, там, ну два варианта, два КБ делали, Люлиева и Ефремова. Вот. И он тут же задает, собирает конструкторов все, давайте новое. А кто делал Ефремов и кто еще? И Люлиев все делали, два КБ делали. И Дмитрий Федорович закладывал вперед. Ну, во-первых, как он говорил, что, ну, КБ надо и вообще институты вот исследовательской обороны, вот, нужно все время, ну, мотивировать, чтобы они развивали техническую мысль. И вот сегодня мы видим, что он оказался прав. Ну да. Что вот те же С-400, ну, вот даже ракеты. То есть отрабатывали, ну, американцы, кстати, так же делали. Вот отрабатывают какую-то там НИРовскую работу. Даже до ОКРовской, опно-конструкторской доводят и кладут под сукно на будущее. Потому что сегодня оборонная промышленность не может организовать серийное производство. Ну, и причем, а что делать там с только что принятыми и так далее. Но это вот как бы... Закладки на будущее. Закладки на будущее, да. И вот в этом, и в этом смысле военные, они оказались вот по масштабам понимания, да, условно говоря, ниже, чем Устинов, отсюда и конфликт. Ну, и тогда, естественно, генштаб возражал против этого. Потом генштабы всегда были напряженные отношения с военно-морским флотом нашим. Да, моряки, ну, не хотели, знаете, сидит у них, наверное, Николай Герасимович Кузнецов. Ну да, да, свое министерство. Да, не хотят пехоте подчиняться. И поэтому был предложен именно Устиновым Николай Васильевич Агарков, который был в ранге заместителя министра обороны, но как раз вот сидел на военно-техническую комиссию. На вооружениях, условно говоря. Там не совсем это было вооружение. Был замминистра по вооружению, не очень удачный был там. Но Николай Васильевич со своей структуры отслеживал, вот что делается за рубежом, занимался вопросами засекречивания или вот предотвращения утечки технической информации. То есть он был технарём. Ну и по образованию он вообще-то, по военному образованию он военный инженер. Да, да. И он был ближе, и он с пониманием относился вот к идеям Дмитрия Федоровича Устинова. То есть Куликова переместили на место Якубовского, потому что Якубовский как раз скончался в том же 1976 году, да? То есть он стал главкомом стран Варшавского договора. Он стал главнокомандующим войсками стран Варшавского договора и первый замминистра. Ну понятно. По статусу он ничего не потерял. Не потерял. А Гаркова поставили начальником? А Николай Васильевич стал начальником Генштаба. И это вот нужно было завидовать. Это была очень дружная работа министра и начальника Генерального штаба. А я все же считаю, что здесь развела интрига. И здесь я могу указать и на Виктора Георгиевича Куликова, потому что он докладывал иногда Дмитрия Федоровича, а Гарков проводил новые типы учений по новому войска. И Виктор Георгиевич обладал таким словом сарказма. И он, Дмитрий Федорович, это то, что проводил войска Киевского округа, это не учение, это балаган какой-то. И сформировалась команда. И я первый раз, когда уже был начальником секретариата, я вот это вот видел, как формировалась команда против Николая Васильевича Агаркова. А почему? В чем причина-то была? Какая-то ревность. Была ревность. И один из помощников министра обороны, вот я помню, как раз, когда по флоту шло обсуждение у Дмитрия Федоровича Устинова, вот я не присутствовал там, вот, но выходит Агарков, выходит помощник министра обороны, и Николай Васильевич, вы кто по должности помощник? Они авторитетные, они из ЦК пришли. Ну да, да, да. Вот вы кто? Я помощник. Так вот, помогайте, но не власть в сущность проблемы генштаба и военно-морского флота. То есть он был довольно резкий человек? Он довольно резкий, ну, самостоятельный. Если все кто-то, ну, вот тот же Виктор Георгиевич Куликович, прежде чем там зайти, он заходил к помощникам, и большинство так делали. Понятно. Ну вот, например, первое, с чем я столкнулся, вот, возглавив секретарь, вот, в годовщине битвы под Москвой, вот, ну, писали статьи там, министр обороны в правду, начальники штаба там пишут. В известие. Где-то в известие. Ну и так далее. Кто-то в красную звезду, это, понятно, не они сами писали, их там обороны подготовят статью и так далее. И вдруг, значит, срочно мне там задание, вот, найдите известие, по-моему, вот эту статью Агаркова, вызовите начальника Института военной истории, Павел Андреевич Жилин. Жилин был такой, да, генерал-лейтенант, да. Да, да, да. Вот сюда Дмитрий Федорович срочен. Я участвовал. Ну, понятно, не Николай Васильевич он мог сказать вовремя мнение. И там всего лишь одна фраза, по которой прибежали докладывать министру обороны. Одна, что победа под Москвой явилась с началом перелома в Великой Отечественной войне. Вот она фраза всего лишь. Но там подняли эту историю Великой Отечественной войны, вот, партийную там. Ну, понятно, понятно. Там Шеститомник был известный, там, оказывается, Куршка-то. Ну, да, 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 да. Вот и на этой мелочи и Николай Васильевич сталкивали лбами, да? Ну, да, вот. Или, например, Дмитрий Федорович вызывает меня. Леонид Николай Васильевич выступает сегодня в ЦК, доклад делает. Ты об этом что-то знал? Вот. Я говорю, Дмитрий Федорович, а перед министром лежал вот этот... График. Месячный план, утвержденный им подлинным. А у нас вообще копии и так далее. Деятельность вооруженных сил. Я говорю, Дмитрий Федорович, а вот вы утвердили ему так далее. Да, вот он, говорит, ты знал... То есть в графике там стояло? Ну, да, все. Но это частный вопрос. Ну, понятно, да, да, да. Ну, я, например, знал, потому что мы готовили вместе доклад, там, Юрий Николаевич, его генерал для особых поручений, там, Леонид, вот, можно, такие материалы, такие... Ну, да, 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 да. И так далее. Потом, да, а Дмитрий Федорович уже преподнесли, и он мне, ты знал об этом? И вообще доклад-то вот кто-то видел. Ну, да, согласовывал где-то. Почему-то мне он не доложил. Я говорю, Дмитрий Федорович, а вот вы утвердили? Говорит, а доклад почему? Какой-то тайне делается. Я говорю, в какой тайне? Ну, вот ты можешь? Я говорю, через 10 минут я вам принесу. Ну-ка, принеси. Я вышел, звоню прямо из приемной. Николай Александрович, можете прислать копию доклада, Николай Александрович? Все, раз, прибежали, принесли, Дмитрий Федорович. И он, а что ж мне? Ну, то есть, от чистой воды вот эти интриги абсолютно. Да, а что ж тогда мне вот преподносят все? Ну, я вижу, он вызывает там помощника там и так далее. Потом как-то там мне Виктор Георгиевич вот говорит и так далее. То есть, это вот, скорее всего, была вот эта вот интрига. И у Агаркова, видимо, кошка черная пробежала между ними. Да, да. Может быть, это была обида за то, что того переместили с поста начальника генерального штаба? Ну, вполне может быть и обида, но и было, столкнулись два вообще-то направления. Направление, что вот она армия, зачем нам оборонка вот эта нужна тянуть, вот армией мы должны заниматься только армией. Ну, понятно. И все, ну, вот Виктор Георгиевича фразы были, все решается не в КБ, вот после коллегии расширенной, куда министерство, вот он идет так, говорит, все решается на поле боя, решают командиры солдат, а не в КБ. То есть вот две как бы линии, ну и плюс личностная здесь еще. Поэтому вот, по сути дела, подставляли. Вы знаете, Леонид Григорьевич, я думал, мы с вами за одну передачу уложимся, но вот уже истекло 50 минут, нам пора прощаться. Поэтому давайте мы продолжим этот очень интересный разговор, потому что там можно бесконечно говорить, это были фигуры очень крупного масштаба. Штаба, да. Поэтому мы обязательно продолжим разговор и о маршале Соколове, и о маршале Куликове, и о маршале Агаркове, и о маршале Ахрамееве, и о других крупных наших военачальниках. И тем более там будет интересно услышать ваш рассказ вот о переломных моментах в истории министерства, связанных с тем же полетом РУСТа в 87-м году, с тем же приходом Горбачева к власти, как это отразилось на Министерстве обороны, ну и так далее, и так далее. А сегодня я вам хочу выразить самую искреннюю благодарность и признательность за ваш очень интересный, содержательный и подробный рассказ. А я нашим зрителям просто скажу, столкнулось как бы две вот этих линии в военном строительстве, целью которых одной было победить в войне, а другой не допустить войны. Допустить войны, да. Ну вот мы об этом и будем как раз говорить в следующий раз. Еще раз вам выражаю самую искреннюю благодарность. Ну а с вами, дорогие друзья, я в очередной раз раскланиваюсь. Всем доброго, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok